Популярная программа «Бегущий косарь» доехала до нашего города. Теперь рязанцы за правильный ответ... Девушка, скажите, пожалуйста, закончите фразу. Известное выражение – жить на широкую... Ногу. Тысяча рублей ваша. Спасибо. Как у вас здесь в Рязани? Замечательно. Погода классная. Рязань замечательный город. Для кого снимаете, скажите? Мы работаем на телевидении, телекомпании «Город». Вау, супер. Ладно, мы бежим дальше. Хорошего вам дня. Спасибо. Как своими знаниями заработать тысячу рублей всего за несколько секунд, показывает в своем шоу «Бегущий косарь» ловкий и быстрый, а главное – эрудированный ее ведущий Алексей Жиров. Телезрители смотрят его на телеканале «Чей». Всего за год существования программа завоевала неподдельный интерес и большую популярность. Ведь нечасто можно встретить на улицах города человека, который задает несложные вопросы и за правильный ответ дарит деньги. Вы знаете, основная цель – поднять настроение человеку. Вот он идет в каких-то будничных заботах по городу, я не знаю, с работы на работу или гуляет с ребенком. Мы подбегаем, задаем вопрос. И здесь даже дело не в том, что мы раздаем эти тысячи, а дело просто в том, что настроение у него поднимается. Вот основная цель этой программы. Это шоу по-настоящему встряска для отстраненных и унылых прохожих, которые не ожидают каверзных вопросов и уж тем более денежных подарков. Правда, рязанцы оправдали все ожидания. Ведущего встречали радостно, на вопрос отвечали охотно и чаще всего правильно. Пока прошел только первый этап, мы здесь собираемся провести три программы, то есть раздадим порядка 120 тысяч рублей жителям Рязани. Пока все супер, 15 человек где-то опросили, и ребята не подводят интеллектуальный уровень рязанцев вполне себе. Продолжите, пожалуйста, фразу. Смерш – это сокращенно смерть. Тысяча рублей ваша. Неожиданно. Я думал, туристы ходят, отдыхают. Вы довольны, что вы хотите? Да, могу поделиться. Какой у вас был вопрос и как вы на него ответили? Нужно было продолжить фразу в 30-м, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Мы немножко забыли. Вам надо закончить известное выражение. Хватит, хватит, морочит. Тысяча рублей ваша. Хватит, быстрее ваша. Обалдеть просто неожиданно. Я тут еще у меня недавно была трагедия, потеряла тысячу. И тут она ко мне привернулась. У меня был вопрос. Продолжить скороговорку. Если в доме есть морковь, что-то там, значит, любовь будет. Ну, предположите. Кто? Не Крылов. Нет. Это Крылов. Иван Андреевич Крылов. Абсолютно правильно. Тысяча рублей ваша. Девушки. Читайте российскую классику. Главный вопрос. На что потратите тысячу рублей? Ну, поскольку я все-таки занимаюсь русскими литературой, думаю как раз-таки на книгу. Ну, да. Скорее всего, на книгу. Было ли там золото древних богов действительно там золотом? Я сказала, да. На что потратите тысячу рублей? Тысячу? Ой. Ну, просто вот погуляю по городу. И так вот, раз налево, направо и все. В нашем городе тем более можно где-то потратить тысячу. В общей сложности ведущий программы пробежал 7,5 километров и потратил около тысячи калорий. А рязанцы стали богаче на 40 тысяч рублей. Кстати, филологи предполагают, что слово «косарь» впервые появилось в 20-е годы прошлого века. Тогда были выпущены ассигнации номиналом в одну тысячу рублей, надпись на которых была сделана по косой. Отсюда и название «косая» или «косарь». Подобные купюры уже давно изъяты из оборота, аж организм прижился и остался. И это несмотря на то, что в советское время деньги подобного номинала практически не ходили. Продолжение следует...